Итак, добрый день. Меня зовут Наталья Лукьяненко. Ну, тут Наталья Незорова меня уже представила. Я работаю в AirSlam уже пятый год, но как бы больше занимаюсь, покупаю для себя, для своих клиентов, структуру, свою группу. Как бы не ставила своей задачей делать, потому что, ну, не знаю, тут много было объективной причины, и, как я уже говорила о Наталье, ну, не было времени воспитывать новичков, платиться с ними, поэтому, чтобы, раз у меня нет времени, значит, я никого и не приглашала. Ну, у меня есть небольшая структура, два человека, которые я покупаю тоже для себя, поэтому делаю заказы небольшие, не каждый каталог. Вот. Но мне очень нравится работать с клиентами, и я сегодня расскажу, как я с ними работаю. Ну, я уже на одном из вебинаров... На одном из вебинаров рассказывала, на том, как я работаю с клиентами. Вот. Сегодня я... И кто был на этом вебинаре, те слышали. Сегодня я так коротко расскажу о них. Во-первых, это, конечно, постоянство, я собираю, как говорится. Каждый каталог предлагаю всем своим клиентам. Вот. Я уже где-то пыталась их подсчитать, сколько у меня потенциальных клиентов. Ну, где-то это около 40 человек. И каждый каталог, я стараюсь каждому из них предложить каталог. То есть, или позвонить, или прийти лично, или еще как-то. Вот. Это не значит, что они каждый каталог заказывают, каждый каталог покупают, но я все равно им каждый раз предлагаю. Если какой-то каталог клиент отказывается и не заказывает мне ничего, я просто спрашиваю разрешения принести каталог в следующий раз. И если они говорят, да, конечно, приносите, то я им приношу и в следующий раз. Вот. Если клиент сомневается, что заказать, я ему рассказываю о продукте. Если я его сама пользовала, значит, рассказываю о своих ощущениях. Если сама не использовала этот продукт, то, значит, рассказываю о тех ощущениях, которые мне рассказали другие клиенты, потому что, когда я приношу какой-то продукт, особенно если я не знаю, какой он, какой эффект от него, я обязательно спрашиваю других клиентов. И, конечно, всегда, если я не знаю и сама, и не знаю других клиентов, я предлагаю пробники, ну, как вы все, наверное, тоже предлагаете, я тоже предлагаю пробники. Вот. И если человек купил какой-то продукт, я обязательно в следующий раз поинтересуюсь, понравился ли этот ему продукт или нет, если человек особенно пользовался им впервые. Часто заказы в качестве подарка я вкладываю в пробники. Ну, то, что мне понравилось, или, может быть, это новинка. Если, например, я знаю, что клиент очень интересуется туалетной водой, то я могу положить новую туалетную воду. Если тональные основы, например, некоторые, безусловно, это разные, тоже могу предложить, положить пробничек в качестве подарка. Ну, и другие продукты. И клиентам это нравится. Часто бывает так, что они говорят, вот, положили новый, ну, нет, положили пробник, он мне очень понравился, и заказывают данный продукт. Если человек иногда, вот, есть некоторые, которые, как бы, боятся заказывать по патологу, особенно те, кто не пользовался продуктами Арифлэн, викисты, которые, например, говорят, ой, я покупаю только в магазине, и не покупаю, то есть не знают, что это за продукты Арифлэн. Скажите, ведь сами вы тоже боитесь, что если вы не знаете продукцию, то это очень страшно что-то заказывать. У меня обычно есть еще в наличии и продукты. Это те, которые приходят к вам в подарок. Иногда я сама что-то покупаю новое. Для себя иногда покупаю. И поэтому потом я или даю вам этот продукт протестировать, или если этот продукт неиспользованный, то есть он новый, то у меня клиенты покупают эти продукты уже не из каталога, а вот, посмотрев его, не покупают эти продукты. Поэтому у меня всегда есть в наличии продукты, которые можно предложить не по каталогу, а, как говорится, вживую. И обязательно клиентам рассказываю о том, не только о самом продукте, какой от него эффект, но и как правильно им пользоваться, потому что от этого тоже зависит многое. Если человек, предположим, не знает, как накладывать крем на веки, или как правильно пользоваться, предположим, каким-то другим продуктом, то этот продукт ему, конечно, может не понравиться, вместо ожидаемого эффекта, этот эффект может быть совершенно иной. Вот. И примерно, ну, еще года нет, но чуть больше, чуть меньше года назад, это примерно было, наверное, в конце марта, в начале апреля, я сделала свой блог или сайт, там можно так и так называть, где я пишу о продукции Арифлейм, о том, как ей правильно пользоваться, потому что очень часто бывает, что вот я раньше рассказывала своим клиентам о продукте, и приходилось это делать несколько раз, бывает не по одному разу, и вот это я решила себе облегчить немножко работу, и теперь у меня такие есть визиточки, я всем своим клиентам, особенно, ну, конечно, спрашиваю, пользуются ли они интернетом, потому что некоторые, если интернетом не пользуются, то это бесполезно, вот, если они пользуются интернетом, то я им вот эти визиточки отдаю, и предлагаю им зайти на сайт, где можно прочитать о продукции, а также посмотреть каталог, посмотреть каталог. Ну вот, у меня, наверное, все, я сейчас вам дам ссылочку на сайт, вы можете посмотреть, зайти. А так у меня все, что я хотела вам рассказать. Все, спасибо за внимание. И отключаюсь, Наталья, ссылочка сейчас сбросила. Продолжение следует...